Родовое поместье это где сажают деревья. Они растут, дают свои плоды, чтобы не есть магазинское, потому что свое оно природней. Деревья, красота, лес, зайцы, которые бегают. У нас и свои зайцы домашние. Я их приучила, теперь они хорошие. Я их кладу, кормлю их травкой. И родовое поместье для нас это образ жизни. В городе жили, на самом деле, когда мысль появилась переехать в родовое поместье, когда приехали, поняли, что в город мы больше не поедем. Разница очень большая. Здесь и здоровье, здесь и протекание настоящей жизни. В городе просматриваешь чужую жизнь больше всего. Сам не участвуешь в ней, участие в жизни. Участвуешь в своей собственной жизни здесь, в родовых поместьях. На своей родной земле, которая тебя чувствует, понимает, слышит, зовет, дышит вместе с тобой и общается. Радуешься здесь солнцем, восходу, закатом, этим картинам природы, животным, птицам, которые летают рядом. Конечно, детям, которые рождаются. Дети — это наше и будущее, наше счастье. Живем. На самом деле, ради этого и живем. Это настоящая жизнь. Потому что родом я сама из города. Потом, когда осознала, что жить в городе — это не настоящая жизнь. Это словно вот в каменном муравейнике живешь, ходишь на работу. А именно в родовом поместье мы узнали, что такое настоящая жизнь. То есть, тут действительно встречаешь рассветы, провожаешь закаты. Здесь жизнь реальная, живая. Только живя в родовом поместье, начинаешь задумываться о смысле жизни, о своем предназначении, о воспитании детей, настоящем, истинном. Только в родовом поместье уходят суета, какие-то иллюзорные ценности. Только на земле здесь можно ощутить вот сам смысл, сам вкус жизни. Для меня это будущее. Будущее мое и моих детей, моих поколений. Для меня это счастье. Для меня это рай. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы такой закон поскорее приняли. Но я понимаю, что у Путина, у него очень много препятствий для этого. И я хочу пожелать ему удачи, осознанности. А всем желающим приобрести поместье, я хочу пожелать, чтобы они проявляли активность, подключались, создавали всевозможные проекты, фильмы, писали письма. Чтобы Путин увидел, мы должны показать, что нам это действительно нужно и важно. Родовое поместье для меня это тот участок нашей планеты, тот ее маленький кусочек, на котором ты можешь реализоваться как творец, как созидатель. Этот дом построен по уникальной технологии. Это полунесущий каркас, заполненный соломенными блоками, с глиняной штукатуркой с обоих сторон. Это очень энергоэффективный дом. Это дом очень экологичный. Мне нравится. Мы живем в поселении Сдрусья-Сенегория. Поселение основано уже 10 лет тому назад. Без закона о родовых поместьях, просто группа энтузиастов. Все делаем своими руками. Дороги, дома, общие дома. Праздники. Праздники. Живем и радуемся. Но хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович Путин все-таки принял закон о родовых поместьях. Чтобы поднимали матушку-землю, чтобы возрождали родину. Хочется, чтобы и правительство, и народ жили единым духом, единой мыслью, единым делом. Единой семьей. Когда свои товары в государстве, когда рубль обеспечен, вот, пожалуйста, это сильное процветающее государство. Мегаполисы, как таковые, они противоестественные. Они насилие над природой. И чем больше мегаполис, тем менее жизнеспособен он. Горный орел Парит над землей Пронечать. Субтитры создавал DimaTorzok Благословенный Возрождение России начнется с возрождения семьи и возрождения рода. Русский мир – это природа, это семья, славянские обычаи, традиции, пища здоровая. Что зовутся русскими, что зовутся русскими. Реки и леса, птиц голоса, в сердце любовь, звон в небеса. Житель поселения Сенегорья-Ведрусия Барков Андрей Алексеевич изначально, когда планировал поселение 12 лет назад, создал пространство. В данном спортивном комплексе занимаются детки не только поселения, но и ближайших поселков и городов. В спортивно-оздоровительном комплексе работает клиника аэропедическая Олега Геннадьевича Тарсунова. Сейчас жители нашего поселения выращивают разного рода продукцию. Вот на этой земле сейчас выращивают бахчевые культуры, овощные культуры и так далее. На трассе сейчас открыта ярмарка продажа. Там мы выставляем продукцию поселения. Здесь планируется создать город мастеров. Здесь будет пространство красоты для людей. Люди будут не только отдыхать здесь, но тут будут оздоравливаться. Здесь будет продукция поселения представлена. Здесь будет верховая езда, дендропарк. Разные площадки, на которых дети будут играть в разные игры. Будут вспоминать игры, которые играли наши деды. Будут проводиться мастер-классы по ремеслам, по пчеловодству, по траволечению. Также взрослые дети могут узнать многое о жизни растений, о жизни насекомых. И также будут проводиться мастер-классы по массажам, по фитотерапии и так далее. Здесь будет представлен целый большой оздоровительный комплекс. И казачий спас. Будут представлены любки, йога, белоярд. Оздоровительные прогулки, экскурсии, пешие маршруты. Также будем возить в горы и на дольмены. Нам посчастливилось поселиться рядом с дольменами. Большое им огромное спасибо, мудрецам. И хочется пожелать людям, чтобы они почаще тоже общались с дольменами. Если вам удастся хоть раз в году выехать к дольменам, поезжайте к ним, они ждут вас. И они несут много мудрости. Дольмены — ровесники египетских пирамид. Но по предназначению дольменов в дольмены заходили не умирать. Заходили в вечную медитацию мудрецы, чтобы передать нам, сегодня живущим людям, эту мудрость. Хочется пригласить всех людей осознанно подойти к дольменам и воспринять ту истину, идущую от дольменов. Дольмены только положительно воздействуют на людей. Это место силы. Дольмены оставлены нам древней ведической цивилизацией. И пообщавшись с дольменами, вы сами ощутите, как изменится к лучшему ваша жизнь. Уходят болезни, вы станете здоровыми, счастливыми, увидите, как гармонизируется все в вашей жизни. Уйдут проблемы, изменится судьба в лучшую сторону. Вы сами это ощутите. Сегодня день рождения моей дочечки. И они сегодня, они 29-е взяли билет с Москвы и приезжают, будут смотреть полянку. Будут здесь тоже строиться, домик строить, просторанство любви выстраивать. И не расслабить, не получится. Вот, и приготовили вот это, называют сыреческие, мы называем живые. Эти шайки из пророщенного льна. Наши еще дедушки и бабушки выращивали лен, он был основой пищи. К сожалению, забытый, а он настолько полезный. Прошу, угощайтесь, всем желаю счастья. И чтобы наши деточки кушали только такую еду, живую, настоящую.